Итак, следующий пункт, который мы очень кратко начали в прошлый раз, это пункт 1.9, и это называется формула ИТА. Что такое формула ИТА? Это сперва дается определение, которое в прошлый раз я сформулировал и сегодня повторим. Говорят, что процесс ИТА имеет стахастический дифференциал и пишут ДХТ, это стахастический дифференциал, он обязан иметь такой вид. Какой-то процесс СИГМАТ ДВТ плюс БТ ДТ, если и только если в интегральном виде ДВТ ХТ минус Х0 представима как сумма двух интегралов стахастического или беговского. При этом предполагается, что СИГМА это процесс СИГМАТ ДВТ от 0Т, то есть он согласован с фильтрацией, относительно которой Виннеровский процесс является Виннеровским, его норма в H2 конечна, и он измерим по паре СОМЕГА. Значит, про БС, про процесс БС это тоже случайный процесс, который обладает теми же свойствами, только вместо нормы в H2 должен существовать интеграл от модуля БСДС, это как минимум. Но на самом деле мы обычно будем предполагать то же самое, что от СИГМА требуется. Обычно требуется больше от Б, то есть те же требования, что и от СИГМА. На первый взгляд это не обязательно, потому что в этой записи не появляется интеграла от Б в квадрате. Но это будет очень полезно в очень важной главе, которая называется стахастические экспоненты. Короче говоря, вот так. Минимальное требование вот это, но лучше предполагать вот это от Б. Итак, стахастический дифференциал это вот такое выражение, которое понимается обязательно в интегральном виде. Вот так. И что такое формула ИТА? Да, я напомню, что стахастический интеграл определен с точностью почти на верную, поэтому и такое равенство, конечно, тоже должно быть выполнено почти на верную. И теперь формула ИТА. Что это такое? Значит, в самом простейшем варианте, что такое ВТ, ДВТ? Это стахастический дифференциал процесса ВТ, Виннеровского процесса. Ну, он определен по определению, потому что, разумеется, ВТ минус В0 можно представить как интеграл от 0 до Т, единица до WС. Поэтому у W, конечно, есть свой стахастический дифференциал. Теперь формула ИТА объясняет, какой стахастический дифференциал имеет гладкая функция, в которую подставили W. А также гладкая функция, в которую подставили процесс XT, который, в свою очередь, имеет стахастический дифференциал. А также гладкая функция, которая зависит от T и XT, где XT имеет стахастический дифференциал. Значит, оказывается, какая нужна гладкость. Ну, вот сейчас я это на следующей странице объясняю. Значит, для функции G от W надо требовать, чтобы G была из C2. И для G от XT то же самое. Для того, чтобы записать стахастический дифференциал F от TXT или F от TWT, надо требовать, чтобы F была из пространства C1,2. То есть, одна непрерывная производная по T и две по X. Но прежде чем выписывать эти формулы, значит, я сформулирую мнемоническое правило, которое называется правило исчисления ИТА. И приведу несколько примеров. Исчисление ИТА. Правило исчисления ИТА. Значит, самое главное правило такое, что квадрат стахастического дифференциала DWT не равен нулю, а равен ДТ. Все остальные произведения, которые могут возникнуть, равны нулю. Когда дойдет дело до многомерного интеграла, где могут появиться два независимых Виннеровских процесса, W1Т и W2Т. Два независимых Виннеровских процесса. Тогда дополнительное правило исчисления ИТА состоит в том, что W1Т на DW2Т – это тоже ноль. И все это называется мнемонические правила исчисления ИТА. То есть, например, ДТ плюс… Значит, пусть ДХТ равняется ДТ плюс DW2Т. И у нас функция, скажем, G от Х – это Х квадрат. Тогда… Как написать дифференциал G от ХТ? Это дифференциал от… А, нет. Я немножко поспешил. Это будет чуть позже. Так, значит, пример. Пример в скобках упражнения. Стехистический интеграл от 0 до Т. WС до WС. Ну, если бы это была живая лекция, то я бы предложил угадать ответ. И угадать ответ тут… Ну, не знаю, не очень просто. Он выглядит так. W в Т в квадрате пополам – это не все. Видите, если оставить W в Т в квадрате пополам, то, например, математическое ожидание этой правой части равно Т пополам. А мы знаем, что математическое ожидание стехистического интеграла должно равняться нулю. Как же так? Оказывается, надо вычесть Т пополам. И это правильный ответ. Это правильный ответ, который можно получить руками. И сейчас я не буду это в деталях показывать, но начну. Покажу какой тут финт. Значит, указания. Мы должны рассмотреть предел в среднем квадратическом, когда параметр разбиения стремится к нулю. Вот таких сумм. W в Т и Т на W в Т и плюс первое минус W в Т и Т. Заметьте, что у нас был некоторый… Было раньше… Был такой пункт – квадратическая вариация Венеровского процесса. Мы знаем, чему равен предел в среднем квадратическом от суммы… Давайте я напишу Т и Т меньше Т. Т и Т меньше Т. От суммы квадратов приращений. Я специально записываю это как произведение двух одинаковых скобок, а не скобка в квадрате. Вот почему. Если рассмотреть вот эту часть этой скобки, то можно заметить, что с точностью до знака это то же самое, что написано сверху. Правильно? Значит, это одна часть квадратической вариации, а другая часть – это если мы возьмем W в Т и плюс первое и умножим на превращение Венеровского процесса. Так вот, если это неизвестное… Ну, давайте, как бы… Ну, давайте напишем и Т. И мы не знаем пока ответа. Так? Так вот, вторая часть при переходе к пределу должна дать вторая часть суммы… Вот, минус W в Т и Т на дельта W в Т и Т. А тут надо применить суммирование по частям, которое называется, по-научному, преобразование Абеля. Применить преобразование Абеля или суммирование по частям, которое выглядит так. Сумма по n от 1 до n большого… Если у нас есть две последовательности чисел… А n-ая, B n-ая… B n-ая минус B n-ая минус B n-ая минус 1-ая… Эта сумма может быть представлена как… …а – n большое, B n-я минус… Это не важно, что тут «n» начинается с единицы… Тем не менее, мы считаем, что есть «a» и «b0»… Минус сумма BN-1 на АН-АН-1. И тут тоже по N сумма от 1 до N. Так вот, вместо BN должно быть WT и плюс 1. Затем надо поменять индексы, и плюс 1 соответствует N, и соответствует N-1, а N будет WT и плюс 1. И тогда вот эта сумма окажется такой же, как первая сумма без минуса. Ну, вернее, тут тоже есть минус, и значит, вот этот член просто равен минус до предела, до предельное выражение. То есть он не равен, а его предел, давайте я напишу, примерно равен минус ИТ. Ну, а это два каких-то внеинтегральных, внесуммируемых члена, и они легко устанавливаются, что они исчезают в пределе. Но это указание, значит, я... Это почти полное решение, но я хочу, чтобы это осталось как упражнение. Итак, если вот это все проделать, то... То вы увидите, что вот этот ответ справедлив. И на самом деле это можно использовать в одном из довольно красивых, на мой взгляд, доказательств формулы ИТа для Венеровского процесса. Итак, поехали дальше. Еще одно упражнение такое. Для неслучайной функции, или, если хотите, для неслучайного процесса, Ф, ФТ, который еще и по Т из С1. Показать, что стахастический интеграл ИТ от Ф можно представить... Ну, или это эквивалентная запись, это синоним ФСДВС. Можно сразу представить с помощью формулы интегрирования по частям. Таким образом. Ну вот, здесь появляется дифференциал Ф. И поскольку мы предположили, что функция Ф по Т имеет непрерывную производную, то ДФС хорошо определено. Это Ф штрих С по ДС. Вот. Такой путь, такой вариант стахастического интеграла для неслучайной функции ФС предложил Норберт Виннер где-то в 20-х годах прошлого века. И, в общем, за его исследование этот процесс называется Виннеровским процессом. Опять же, синонимом является слово «броманское движение». Но вот Виннеровский процесс — это столь же популярное название. Да. Так в чем, собственно, упражнение? Упражнение — показать, что выполнены основные свойства стахастического интеграла, а именно, что математическое ожидание для такого интеграла, для так определенного интеграла равно нулю, и что ожидание квадрата переписывается как интеграл от нуля до Т, ожидание ФС в квадрате, просто ФС в квадрате, ДС. Она не случайная, я повторю. Вот. Теперь сформулируем первую теорему, которая называется «Формула ИТО для произведения». Пусть у нас есть два процесса со стахастическими дифференциалами каждый. Пусть ДХТ имеет вид БТ ДТ плюс Сигма Т ДВТ. Записывать ДТ и ДВТ можно в любом порядке. Иногда я буду писать сперва ДТ, а иногда сперва ДВТ. Для второго процесса ДТ ДТ плюс, ну, Д не годится, поэтому я напишу Е, ДДВТ. Процесс ДВТ один и тот же. Тогда произведение этих процессов имеет стахастический дифференциал, и он записывается так. Надо формально перемножить, используя мнемонические правила исчисления ИТО, вот это выражение на это выражение. При этом получится, при этом получится следующее. Значит, следите. БТ на УТ, мы вот это умножаем на У, плюс ЦТ на ХТ, и при этом будет дифференциал ДТ. Но дифференциал ДТ будет еще содержать произведение Сигма Т на ЕТ. ДТ. А стахастическая часть ДВТ будет состоять только из двух слагаемых. Мы ЕТ умножаем на ХТ плюс Сигма Т умножаем на УТ. Ну, давайте я так скажу. Вот это умножается на ДВТ. Вот так. Вот. Значит, на этой теореме или Лемме, ну, лучше считать ее теоремой, конечно. Да. При этом все тут в порядке, все тут вкладно. Ну, скажем, Сигма и ЕТ, они из Х2, поэтому их произведение, ну, во всяком случае, интегрировано в первой степени по ДТ. Я говорил, что лучше бы оно было из Х2, но как минимум, минимальные требования можно считать это Х1, если хотите. Вот. Все остальное и ХТ и ЮТ сами локально непрерывные, то есть просто непрерывные, поэтому, по крайней мере, локально все эти выражения из Х2. Поэтому локально они интегрируемы по Венеровскому процессу. Вот. Доказывать я не буду эту теорему, только скажу, что для доказательства доказательства строятся сперва для простых функций, для простых В, ВТ, Сигма Т, ЦТ и ЕТ. и в частности обязательно надо начать с одной ступеньки. Начать с одной ступеньки. Затем по индукции перейти к любому конечному числу ступенек, скажем, Н ступенек, а потом переходить к пределу, используя основные свойства интеграла ИТ. для одной ступеньки что, так сказать, надо? Для одной ступеньки для одной ступеньки мы должны определить два процесса. две случайные величины, скажем, И1. Это просто... Да, у нас должны быть какие-то начальные значения, скажем, X0 равняется X, а Y0 равняется Y. так вот, так вот, И1 это произведение X плюс B на T, B константа, плюс сигма, другая константа, WT, и ИТ, ну вот, одна ступенька, скажем, это T1, и T меньше либо равно T1. И надо это умножить на вторую величину Y плюс CT плюс E WT. Так, и в интегральном виде что мы, собственно, должны показать? Для того, чтобы показать, установить равенство, вот это равенство, что дифференциал этого произведения равен чему-то, мы должны установить, мы должны объяснить интегральное равенство, то есть, что XT, YT минус XY равен какой-то сумме интегралов чего-то DT, но DS плюс интеграл чего-то DWS. Так, вот это мы должны установить. Так вот, И1 это произведение XT, YT, вот я его так ввел, а И2 это то, что получается, если проинтегрировать вот то, что здесь написано от нуля до Т. Значит, И2 мы определяем, как X, Y, плюс, ну вот если это проинтегрировать, то получится следующее, Сигма E WT в квадрате плюс B, E плюс C Сигма T, WT, такой будет ЧН, будет WT в квадрате, конечно, T на WT, будет T и T в квадрате. Я только собираю коэффициенты. При T будет коэффициент CX плюс BY умножить на T и при T квадрате будет коэффициент B на C на T квадрат. Вот. И вопрос, верно ли, что E1 равняется E2. Вот. Это оказывается верно. И для того, чтобы это увидеть, надо проинтегрировать надо честно проинтегрировать все, что там надо проинтегрировать. В частности, при интегрировании возникнет один непонятный член. Это интеграл от WS по DWS. С каким-то коэффициентом. E на сигма плюс еще раз сигма на E. возникнет такой интеграл. Но мы уже знаем из упражнения, которое предлагалось сделать самим, и которому я предлагал какие-то указания. Так вот, мы знаем, что это равняется WT в квадрате пополам минус T пополам. И вот это надо учитывать, и тогда все получится. тогда получится доказать, установить, что E1 равняется E2 действительно. И это для одной ступеньки. А, еще надо использовать, что TWT, там обязательно должен быть такой член, можно записать, как интеграл от 0 до T S DWS плюс интеграл от 0 до T WS DS. Ну, если хотите, это вариант той же самой формулы интегрирования по частям. Как определить интеграл от неслучайной функции S по DWS? это TWT минус 0 на W0 и минус интеграл вот этот. Это то, что мы уже знаем. Вот эти два маленьких упражнения надо будет использовать. Дальше происходит индукция, ну, и как бы после этого окажется, что теорема быстро доказана. Значит, я ее не заканчиваю, а оставляю как возможность подумать, как это сделать. Другой способ доказательства формулы ИТа я все равно сейчас буду рассказывать, который не связан с этим произведением, с формулой дифференциалов для произведения. Но сперва я объясню, как дальше можно применять эту теорему о дифференциале для произведения, как применять теорему о произведении или о дифференциале для произведения, для доказательства общей формулы ИТа, для функции от XT. Как применять? Значит, смотрите, допустим, что у нас есть процесс со стихоастическим дифференциалом. Применяя предыдущую теорему, мы можем вычислить дифференциал XT в квадрате. Просто положим YT это тот же самый XT. Теорема применима. Тогда дифференциал XT в квадрате это ну вот, там было написано, что это такое. Давайте вспомним. Вот. Значит, B сигма C и E. Теперь C и B это одно и то же, E и сигма это одно и то же. И дифференциал произведения вот так выглядит. B на Y плюс C на X плюс сигма на E на DT плюс вот это выражение на DWM. Теперь когда мы берем один и тот же процесс, то окажется, что ну вот проверьте, что получится следующее. 2 XT D XT плюс D XT в квадрате упражнение проверьте. Проверьте, что это соответствует утверждению этой теоремы, когда Y совпадает с X. Теперь это означает, что мы дальше по индукции можем можем написать выражение для дифференциала от любой степенной функции X. Например, X в кубе T. Мы представим X в кубе как X в квадрате на X. И вот это будет Y, а это будет X. И теорема применима. Если мы ее применим, то окажется, опять же, проверьте, что окажется следующее, что это равно 3 XT в квадрате DXT плюс трижды два пополам. Это три, но я хочу написать как оно получается на X в первой степени на DXT в квадрате. По индукции применяя все ту же теорему, легко напишем D от X в степени N. XT в степени N. Но кажется, что это равняется N XT в степени N минус 1 на DXT плюс N на N минус 1 пополам XT в степени N минус 2. Ну тут я, конечно, имею ввиду, что N больше или равно 2. На DXT в квадрате. Каждый раз, когда появляется DXT в квадрате, мы пишем DXT в квадрате, применяя мнемоническое правило, это Сигма ДВ плюс B ДТ в квадрате, то есть умноженное само на себя, Сигма ДВ плюс Б ДТ. Значит, Сигма ДВ на Сигма ДВ это Сигма в квадрате на ДТ. Я напомню, что ДВ в квадрате мы заменяем на ДТ. А все остальные произведения ДВ на ДТ и ДТ на ДТ равно 0. То есть все остальное это 0. То есть вот ответ. Итак, у нас получилась формула для дифференциала от любой степенной функции от X, в частности от Вейнеровского процесса. Как написать дифференциал от любой гладкой функции? Мы знаем по теореме Вейш-страсса, что любую гладкую функцию, даже непрерывную, на любом отрезке можно приблизить равномерно полиномами, то есть суммами степенных функций с какими-то коэффициентами. Оказывается, это можно использовать в наших целях, это можно использовать для доказательства общей формулы ИТа. для функции ЖСЦ2 может быть получено предельным переходом использовать АРМВ-Эйш-страссы. Перемь Вейш-страссы. Приближение полиномами полиномиальной. Можете задать вопрос, как же так, мы хотим напрямую в общем приближать, а теорема Вейш-страссы нам обеспечивает равномерную сходимость только на конечном отрезке. Ну, эта трудность обходится довольно легко. И какой же ответ? Ответ получается такой. Дифференциал Ж от XT имеет вид Ж-штрих от XT DXT плюс одна вторая Ж2-штриха от XT DT Нет, DXT в квадрате. Что можно переписать, как Ж-штрих от XT на что такое DXT? Это Сигма DW плюс B DT А что такое DXT в квадрате? Мы на предыдущей странице выяснили, что это Сигма в квадрате DT Сигма в квадрате DT Часто это переписывают еще в таком эквивалентном виде объединяя члены при DT это будет давайте я только начну начну с Сигма в квадрате Сигма в квадрате пополам Ж2-штрих от XT вот этот член начнем так плюс BT на Ж-штрих от XT это член при DT и плюс Ж-штрих давайте Сигма Т Ж-штрих от XT DW Т Напомню что все такие формулы для дифференциалов стахастических понимаются в интегральном виде то есть в интегральном виде мы должны записать что G от XT минус G от X0 G от X начальное значение равно интегралу я не буду переписывать вот вот это выражение сюда вставим по DS так плюс ну тут легко написать его поэтому я напишу Сигма S Ж-штрих от XS до WS вот так выглядит формула ИТО для гладкой функции функции из C2 от процесса имеющего стахастический дифференциал вот значит это в дифференциальной форме ответ а это в интегральной форме ответ но вы можете теперь догадаться как выглядит формула ИТО давайте теоремой назовем для d f от t x t а 3 f как уже говорилось из c12 то есть одна непрерывная производная по t и две по x мы должны написать f t x t значит тут никаких загадок нет надо взять одну производную по t по dt а все остальное будет выглядеть так же как f по x давайте напишем это в терминах частных производных df по dx txt dxt плюс одна вторая вторая частная производная d2f по dx квадрат txt dxt в квадрате dxt в квадрате я продолжаю так писать хотя мы уже знаем что это можно сразу заменять на σ в квадрате dt какие дальнейшие варианты для формулы это дальше надо написать правильно написать формулы это для многомерного венеровского процесса и для многомерного для векторного процесса dxt значит ну я напомню что мнемонические правила исчисления it мемонические правила состоят в том что dw it если у нас есть несколько компонентов они все независимые в квадрате равно dt а произведение любой компоненты dw it на dw j t равно 0 когда i не равно j то есть можно записать единую формулу dw it t на dw j t равняется символу кранекера используем дельта j на dt вот теперь ну к этому надо привыкать если записать это в координатах то будет совершенно ужасная формула но на самом деле она очень простая если иметь ввиду эти мнемонические правила вот это и вот это теперь я хочу на пальцах объяснить почему это должно быть правильно почему так выглядит формула это значит конечно я это буду объяснять для функции g от x не для f значит объяснение на пальцах оно апеллирует к квадратической вариации виндеровского процесса если вы помните квадратическая вариация которая обозначила квадратик вариация от w от t не помню точно ли такое обозначение но примерно такое было это предел в среднем квадратическом превращение дельта t очень маленькая то сумма до маленького t дельта w это и t в квадрате давайте до дельта t сумма когда t и t не превосходит меньше чем какое-то маленькое дельта это примерно дельта t вот как раз эта формула интерпретируется как интерпретируется как то что в пределе d w t в квадрате должно быть заменено на d t вот это аналог d t d t это инфинтезимальный элемент а для конечной разности мы пишем дельта t а вот это как бы как бы сумма малых превращений до дельта t до маленького дельта t вот это надо использовать каким образом ну что такое d g от x t интуитивно мы должны рассмотреть конечную разность конечно имеется ввиду что мы рассмотрим ну скажем превращение времени t и t плюс дельта t так и что такое дельта g от x t по определению мы напишем что это g от x t плюс дельта t минус g от x t так теперь у нас траектория x t конечно непрерывна потому что когда у процесса есть стихистический дифференциал то в интегральном виде у нас есть сумма двух интегралов каждая из них непрерывна по верхнему пределу поэтому при малом дельта t это недалеко от x t правильно тогда хочется применить формулу Тейлора по формуле Тейлора примененной к функции g в точке x t мы должны записать g от x t плюс дельта t примерно равно я оставлю место для малого мы должны написать g от x t плюс g штрих от x t на дельта x t которая понимается как x t плюс дельта t минус x t конечно плюс 1 вторая g 2 штриха от x t на дельта x t в квадрате x t в квадрате плюс и малое плюс и малое от чего-то ну видимо от дельта x t в квадрате ну и вот если мы перенесем g от x t в левую часть с минусом конечно и просуммируем просуммируем скажем от нуля до t и на отрезочках длины дельта много раз маленькая дельта да то мы получим интегральную сумму мы отсюда получим g от x ну скажем t большого минус g от x начального теперь вот отсюда понятное дело должен в пределе должен появиться интеграл причем какой интеграл что такое дельта x t дельта x t содержит элемент dt дельта t и элемент дельта w из первого получится интеграл лебега из второго получится стахастический интеграл но вот это вот примерно равно примерно равно сигма t дельта t в силу нашего знания квадратической вариации и поэтому это даст еще один вклад в интеграл лебега по dt вот отсюда в пределе в пределе и получается интеграл от нуля до t я пишу t большой да хорошо пусть будет t большой значит что тут будет g штрих от x t на b t dt плюс вот отсюда одна вторая g 2 штриха от x t сигма t в квадрате на dt и плюс будет только один член с d w t и это будет g штрих мне уже не хватает места написать а нет ну хватает t большое только x t до дам вот так вот на пальцах так сказать из формулы тейлора и предельным переходом который конечно надо тщательно аккуратно объяснять вот на пальцах это вот так получается ну я еще раз хочу напомнить что у нас есть другой подход основанный на формуле дифференциала для произведения вот на этой формуле вот на этой теореме когда мы для простых функций a доказываем вот эту формулу потом переходим к пределу и убеждаемся что эта формула справедлива для любых процессов с коэффициентами из h2 а потом приближаем потом по индукции выписываем эту формулу для всех степенных функций и это эта формула для степенных функций имеет ровно такой вид как в правильном ответе для общей функции g из c2 он имеет вот такой вид это проверяется легко и после этого с помощью теоремы Вейерштрасса переходим к пределу для обоснования формулы это для любой функции из c2 вот ну а интуитивный смысл этой формулы вот он такой теперь давайте многомерную формулу это многомерная формула это как ее выписывать используем мнемонические правила но можно этому придать такой смысл многомерная формула это для Виннеровского процесса для Виннеровского процесса и функции g от многомерного Виннеровского процесса давайте считать что у него d независимых компонентов они должны быть независимы то есть g это функция из rd в r1 функция из c2 тогда формула это теорема d g от w тогда можно выписать так это градиент функции g от w dwt вы скажете dwt это сам по себе вектор а это ковектор значит ну или можно считать это тоже вектором и тогда это просто скалярное произведение давайте не переходить ковекторам считаем что это тоже вектор а это просто скалярное произведение а это еще не все плюс одна вторая на оператор лапласа примененный а да лапласа примененный к g точки w t на dt вот и все вот так выглядит сравнительно просто формула это для многомерного венеровского процесса формула это для функции f от t w t выглядит похожим образом тут я буду применять обозначение из уравнений частных производных ft это частные производные по переменной t f по t t w t dt плюс градиент тут уже надо написать что по x f от t w t d w t и плюс 1 2 лапласиан по x ну по второй переменной dt ну да и значит здесь g из c2 а f из c1 2 и все это понимается в интегральном виде я напомню что все это понимается в интегральном виде значит в частности глядя на ну скажем на вот эту формулу в интегральном виде давайте ее перепишем в интегральном виде формула для dg от w t в интегральном виде она выглядит так g от w t минус g от 0 это стахистический интеграл градиент g d w s плюс одна вторая интеграл д бега ну вот на сиан g ds о чем это говорит смотрите значит разумеется мы должны знать какие-то свойства функции g но допустим что мы знаем что градиент g ограничен тогда вот этот процесс безусловно принадлежит h2 от 0t для любого t если градиент g ограничен это случайный процесс он конечно согласован он согласован с винаровской фильтрацией стахистический интеграл хорошо определен тогда его математическое ожидание равно 0 давайте это запишем что будет если взять математическое ожидание возьмем математическое ожидание математическое ожидание g от w t минус g от 0 она не случайна поэтому я не пишу математическое ожидание 0 для стахистического интеграла e от стахистического интеграла равно 0 плюс ожидание интеграл от 0 dt 1 2 лапласиан x по x g w s d s допустим что g удовлетворяет уравнение лапласа ну вы скажете где ну допустим во всей во всем пространстве лапласиан g равен 0 тогда мы получаем что e g от w t минус g от 0 равно 0 или g от 0 можно представить как математическое ожидание g от w t вы спросите зачем g от 0 гораздо проще чем математическое ожидание g от w t но это так но оказывается вот посмотреть на эту формулу с такой стороны тоже бывает очень полезно но вот это полезная формула если похожий прием применить к более общей формуле это ну да для для x t в более общем виде для g от x t для процесса с стахистическим дифференциалом dxt я переворачиваю страницу итак как выглядит формула это опять же теорема dg от x t раньше мы писали dg а вот w t теперь у нас x t более общий процесс который имеет стахистический дифференциал с сигмой и и b да давайте это напишу выше dx t равняется сигма t d w t плюс bt dt значит сейчас случай многомерный поэтому сигма t это матрица ну скажем d на d w это домерный виновский процесс bt вектор отмерности d тогда дифференциал g от x t можно записать таким образом это градиент по x g от x t сигма t d w t это так смотрите это вектор это матрица это вектор можно переписать это как вот это вот произведение можно писать как сигма транспонированное я пишу звездочка для транспозиции на этот самый градиент по x и скалярно на другой вектор d w t в общем как угодно можно понимать это как произведение как скалярное произведение вот здесь скалярное произведение стоит и это еще не все вторую часть вторая выглядит так мне тут не хватит я вот сюда перейду значит одна вторая надо ввести обозначение через a t я буду обозначать сигма на сигма со звездочкой сигма на сигма транспонированное либо так либо с одной второй почти во всех учебниках по стахастическому исчислению вводится сигма на сигма транспонированное так вот след матрицы a на матрицу вторых производных десант функции g от xt плюс градиент по x g от xt на bt консистент сноса dt вот и это все понимается в интегральном виде в интегральном виде мы должны записать g от xt равняется g от x начальное значение плюс интеграл от 0 до t от вот этого всего выражения вот это часто обозначается как l g от xt оператор второго порядка l который вот так вот выглядит он имеет коэффициенты которые зависят от t но можно написать lt если хотите значит ls g от xs ds и плюс интеграл стехастический от сигма с звездочкой на градиент по x g t w s вот теперь смотрите допустим что не очень хорошо получилось нет нормально значит для функции f от txt все выглядит абсолютно так же только добавляется еще дополнительная частная производная f по t так я сразу запишу интегральном виде f от txt равняется f от 0x плюс интеграл от 0 до t а тут будет сумма значит я выделю f по первому производная по первому аргументу плюс l ls вот этот это оператор действующий на попеременной x ds плюс стихоастический интеграл по x f sx dw s ну и вот если взять математические ожидания здесь от левой и правой части и допустить что градиент f по x ограничен например и σ ограничена тогда стихоастический интеграл будет иметь нулевое математическое ожидание так и если допустить что у нас функция f является решением параболического уравнения так чтобы это равнялось нулю что это что это что тут написано тут написано что если f от sx удовлетворяет параболическому уравнению часто говорят уравнение теплопроводности хотя тут не обязательно пассиан стоит но это оператор второго порядка то есть f по s от sx плюс l по s f от sx равно нулю когда s от нуля до t а x любая точка из rd ну мы хотим задачу каши и заметьте что в отличие от того как в равне частных производных такие параболические уравнения пишутся у нас тут плюс а не минус это значит что у нас вместо начального условия должно быть конечное терминальное условие f от t x какая-то заданная функция скажем φ от x допустим что у нас f гладкая функция то есть f c 1 2 ну и φ соответственно тоже никакая попала неразрывная то как выглядит после взятия математического ожидания во что превратится вот это тожество вот это равенство оно превратится в следующее тогда из последнего равенства из последней формулы на предыдущей странице и после взятия математического ожидания получим следующее ну получим при условии что градиент f по x ограничен и так далее что математическое ожидание f от в частности f от нет f от t x t да f от t x t минус f от 0 x равно нулю ф самом деле глянем сюда еще раз стахастический интеграл имеет нулевое математическое ожидание интеграл либега pds превращается в 0 просто потому что при каждом s и x fs плюс ls f равно 0 мы решаем мы предположили что f является решением такого уравнения вот такого уравнения значит справа ничего не остается никаких интегралов просто не остается у нас слева будет математическое ожидание f от t x t а справа f от 0 x все это означает что f от 0 x имеет представление математическое ожидание f от t x t как на это можно смотреть на это можно смотреть как на вероятностное представление вероятностное представление решение параболическое уравнение давайте параболическое уравнение параболическое Да, это можно закончить, когда t маленькое равно t большому, то мы договорились, что у нас есть терминальные условия, φ от x, тогда это математическое ожидание φ от x t. Ну вот, вопрос, как использовать это вероятностное представление. Оно реально используется в вычислениях. Дело в том, что математическое ожидание φ от x t, решение стахастического дифференциального уравнения x t. Мы еще не дошли до того, что такое стахастическое дифференциальное уравнение. Но, значит, x t можно моделировать обычно. И математическое ожидание тогда можно интерпретировать как среднеарифметическое. Если мы сто раз или тысячу раз промоделировали этот процесс, мы возьмем сумму и поделим на эту тысячу. Значит, это будет приближенно математическое ожидание. Ну вот, такие дела. Значит, следующий раздел называется стахастическое дифференциальное уравнение. Я думаю, что сейчас у меня еще, наверное, есть несколько минут, да, чтобы начать эту следующую главу. А формула ИТА это о чем? Это о том, как вычислять стахастический дифференциал сложной функции. Ну, когда у нас всегда, когда у нас есть интеграл, мы, естественно, ожидаем вопроса. Если есть интеграл, то есть дифференциальное уравнение, да? Если есть стахастический дифференциал, наверное, у нас должны появиться стахастические дифференциальные уравнения. И после того, как мы знаем, как вычислять дифференциал, стахастический дифференциал сложной функции, это естественный вопрос. Как, собственно, стахастические дифференциальные уравнения, как они выглядят и какие там, собственно, какие там результаты существования, единственности, непрерывной зависимости и так далее. Это стахастические дифференциальные уравнения. Я просто, как бы, я сейчас не буду начинать теоремы о существовании даже, но я просто хочу связать предыдущий раздел с тем, что будет дальше. Дальше будет вот что, что общее стахастическое дифференциальное уравнение, давайте напишем SDU, имеет такой вид. dxt, когда мы писали стахастический дифференциал, это было, там были какие-то процессы, bt и σt. Теперь давайте напишем функцию от txt dt плюс другая функция, скажем, σ от txt dwt. С каким-то начальным слоем x0 равняется 0. Тут, разумеется, тест считается от 0. Это называется стахастическое дифференциальное уравнение. Понимается оно в интегральном виде. в интегральном виде. А именно, что xt равняется x, начальное слое, плюс интеграл. Прошу прощения, я на самом деле очень не люблю такие, когда должно быть другая переменная интегрированная. sxs ds плюс интеграл от номера t, σ от sxs dws. Вот. В интегральном виде понимается так. Это должно выполняться определение. Процесс xt является решением уравнения sdu. Давайте здесь напишем sdu2. или, значит, sdu2 – это синонимы. Если если xt согласован с фильтрацией венеровского процесса, с фильтрацией, относительно которой венеровский процесс является венеровским. То есть, не обязательно с венеровской фильтрацией, а вот ft, которая там была в определении венеровского процесса. И равенство sdu2 имеет место с вероятностью с вероятностью 1 при всех t. И замечу, что процесс обязан быть непрерывным, потому что справа стоят два интеграла, один либега, другой венеровский. По венеровскому процессу они оба непрерывны по t. Поэтому левая часть тоже обязана быть непрерывной по t. Поэтому с вероятностью 1 при всех t сразу или при каждом t в отдельности это все равно. Мы можем, например, утверждать, что при всех рациональных t это верно, и тогда по непрерывности это верно для всех t больше в равных нулю. Вот. Теперь как выглядят вот эти уравнения, вот это уравнение, скажем, когда мы говорим пусть f является решением вот такого уравнения. пока когда, пока у меня были произвольные произвольные bt и сигма t, это было не очень понятно, что. А теперь становится совершенно понятно, какие уравнения параболические на самом деле имеются в виду. Значит, ну давайте как замечание. Замечание. Если теперь f от sxs sx является решением уравнения и вот вот это настоящее параболическое уравнение. f по s плюс 1 вторая сигма от сигма на сигма со звездочкой от s x f x x ну, тут надо написать след от этого всего. То есть, то есть, это одна вторая сумма сигма сигма со звездочкой и житая и f x и x житая плюс сумма надо было бы писать либо так, либо так сумма по и b и и компонента вектора b от sx в f x и t от sx равно нулю и с каким-то терминальным условием f от tx равняется φ от x. теперь это настоящее параболическое уравнение. Настоящее параболическое уравнение. Ну, например, если b равно нулю, а сигма это единичная матрица, то у нас будет уравнение теплопроводности. И вот, значит, я повторю, что если у нас это верно, то решение это уравнение имеет вероятностное представление, где xt уже не какой попало процесс, который имеет стахистический дифференциал, а это процесс вот с такими коэффициентами, коэффициент сноса и коэффициент диффузии. Ну и в следующий раз мы займемся вопросом о том, когда такие уравнения имеют решение, когда они единственные и всякие другие полезные свойства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...